В эфире «Импульс Севера» и Алена Ядния. Здравствуйте! Чем знаменита газовая столица, кроме газа? Правильный ответ – аэропорт. Вы же там уже были? Если нет, надо срочно исправлять ситуацию. Но перед этим вам стоит узнать, что воздушная гавань Нового Уренгоя вошла в шорт-лист лучших реализованных проектов всех регионов России. А попоет ли этот объект в федеральный топ? Зависит от нас с вами. Голосование стартовало на портале достижения.рф. Напомню, этот пассажирский терминал стал первым в России проектом модернизации аэропортовой инфраструктуры. Работы, на котором велись по концессии, в него вложились только инвесторы, без привлечения денег из бюджета. И еще, наш аэровокзал имеет уникальный внешний вид. Терминал напоминает традиционное жилище коренных народов Севера – чум. Красиво, комфортно и с прицелом на международный статус. Когда он появится, зависит от пассажиропотока. Об этом новорингойцам напомнил губернатор на встрече, проходившей 18 августа в рамках честного маршрута. Как вы помните, у нас в аэропорт построил инвестор. Инвестор его построил на определенных условиях. Он должен обеспечивать качество, должен обеспечивать услуги, которые сегодня там есть. И одно из условий у него – это открытие международных линий при достижении пассажиропотока определенной величины. А именно 1,450,000 пассажиров. В этот момент он обязан открыть международные перевозки. Для этого заложено уже в здание необходимое решение инженерное, чтобы подключились пограничники, таможенники, чтобы это все заработало. Мы в прошлом году с вами побили очередной рекорд, по-моему, 1,30,000 пассажиров был перевезен. За 30 лет это рекорд абсолютно нового Уренгоя. Мы видим, как активно люди у нас летают, каждый год растем. Как достигнем этой величины, появятся международные линии. Кто знает, может быть уже в будущем году из нового Уренгоя можно будет отправиться прямиком за границу. Не жизнь, а сплошной праздник. Это и не про отпуск, а про конец недели. В пятницу отметим День знаний, в субботу и воскресенье День города и профессиональный праздник всех газовиков и нефтяников. Но в начале про 1 сентября. Чтобы дети ходили в школу с удовольствием, там все лето работали строители. В той или иной степени преобразились многие школы нового Уренгоя. Но самое радикальное преображение в тех, где проходит реновация. Седьмая школа – одна из первых в городе, где проводится радикальная реконструкция. Здесь уже заменили кровлю, окна, инженерные сети. Преобразились в третий этаж и фасад. Но это лишь часть проделанной работы. Осталось еще отремонтировать первый и второй этажи. Существовал риск того, что начало учебного года может отодвинуться. В связи с тем, что на этих образовательных учреждениях проводились строительно-монтажные работы и проводятся. Сегодня мы с вами убедились, что строителями на тех объектах, где есть долгосрочные контракты, многолетние, все меры для того, чтобы ребятишки безопасно проходили в школу приняты. Я говорю в первую очередь о седьмой школе. Первого сентября в школе начнутся занятия, а строители продолжат реконструкцию. Задача для подрядчика – работать так, чтобы это никак не сказалось на учебном процессе. Чтобы вы не мешали образовательному процессу и действовали уже только с разрешением руководства школы. Территорию рядом с седьмой школой приведут в порядок. В планах оборудовать здесь баскетбольную площадку и футбольное поле. А еще установят тренажеры и построят теплицы. Для учреждения с экологической направленностью это очень важно. Планов много. Также у нас будет место, где дети будут иметь возможность в летний период заниматься на велосипедах. Проект очень большой. В течение определенного времени мы будем это делать поэтапно. Но стараться будем сохранять именно зеленые наслаждения нашей образовательной организации. В первой школе только приступают к реновации. Зданию 33 года. План работ привязан к учебному плану. Как только начнутся каникулы, вместо детей в классы придут строители. Будут заменены на первом этапе фасады здания, а затем уже будут происходить и внутренние работы, и, соответственно, благоустройство территории. Внутренние работы будут происходить большей частью в каникулы. В осенние, зимние и весенние. Ну и, конечно, большая часть в летние месяцы. Программа реновации школ и детских садов в нашем округе запущена по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Капитальный ремонт пройдет во всех зданиях, которые построены в 80-90-х годах. У нас четыре крупных контракта. Олимпияха, Карачаево, Карачаевская школа, седьмая школа, продолжается глобальная реновация, и первая школа. Это четыре объекта, где работа проводится комплексно, где заключены трехлетние контракты. Ждет реновация и прогимназию Центра детства. В этом году ей исполняется 35 лет. Прогимназия пользуется большой популярностью у родителей, и желающих туда попасть больше, чем учреждение может принять. Во время недавнего честного маршрута губернатора Центр детства стал одной из точек молодежного маршрута. В этом году мы крайне удивлены, но в то же время ожидаемо, что на нас обратят еще и окружные власти внимание. Поэтому Дмитрий Андреевич, посетив наше учреждение и встретившись с родителем, которые не попали к нам в первый класс, а таких желающих очень много, обратил внимание на наше учреждение, и было дано поручение о реновации. Создаваться проект реновации будет с участием педагогов и родителей. Первая встреча с ними по такому важному поводу уже запланирована. Алена Ядня, Виктор Атленко, информационное агентство «Импульс Севера». В День города нас ждет множество сюрпризов. Один из них – экскурсия по городу длиной в чашку кофе. Арт-резиденция вместе с городскими предпринимателями разработала путешествие по центральным улицам газовой столицы. А чтобы узнать массу нового или вспомнить забытое старое, достаточно приобрести в кофейне свой любимый напиток. Что за экскурсия по городу нас ждет 1 сентября и как горожане смогут принять в ней участие? Смотри, 1 сентября у нас будет презентация нашего проекта. В ней поучаствуют не все горожане. То есть это будут блогеры, журналисты, фотографы. А вот уже 2 и 3 сентября любой желающий сможет купить кофейный напиток у наших партнеров. Это 3 кофейни, которые находятся в центре города. И прослушать нашу уникальную экскурсию. Это 3 мини-подкаста, примерно по 7 минут каждый. История такова. Две подруги. Одна живет в Новом Уренгое всю жизнь. Вторая только-только приехала в наш город. И подруга рассказывает ей о нашем центре, о памятных местах, о мероприятиях, которые здесь проходят. И самое главное, как прослушать экскурсию? Необходимо купить кофе у партнеров. Да, смотри, 3 кофейни. Это мороженое, двое кофе и кофе-тайм на Виадуке. Вы покупаете вот такой замечательный стаканчик. На нем есть наклейка с QR-кодом. Наводите свой смартфон, камеру смартфона на QR-код. Вас переводят в папку. И там вас ждет 3 наших подкаста. В любой момент вы сможете их прослушать не обязательно именно в этот день. Возможно, мы будем продолжать эту практику. Возможно, и с другими кофейнями. И дополнять эти экскурсии. Так что я думаю, что все жители обязательно ее прослушают. Принципы работы детского телефона доверия 8 800 2122. Бесплатность. Волнуетесь, что звоните по мобильному? Необходимо сделать звонок с городского телефона? Абсолютно бесплатно. Любой тариф. Любой оператор. Неограниченная длительность разговора. Детский телефон доверия 8 800 2122. Каждый день телефон доверия принимает тысячи звонков. Все они бесплатны. Тройное W.телефон.дефиздоверия.ру Доступно. Анонимно. Бесплатно. Есть события прикольные, а есть значительные. Сейчас как раз про такое. Избирательная кампания по выборам губернатора Тюменской области на финишной прямой. Участковые комиссии уже начали работу. Чем они могут помочь нам уже сейчас? Если вы уезжаете в командировку или в отпуск 10 сентября, воспользуйтесь механизмом «Мобильный избиратель» и голосуйте на любом удобном участке в пределах Ямала, Югры и Тюменской области. Для этого с сегодняшнего дня и по 6 сентября подайте заявление в свою участковую избирательную комиссию, либо в МФЦ, ТИК или через госуслуги. По будням комиссии будут дежурить с 17 до 21 часа, выходные с 10 до 14. В это время вы сможете передать сведения о желании проголосовать на дому по состоянию здоровья или в связи с уходом за другим человеком. А еще, в случае, если вы недавно изменили прописку, загляните на свой участок заранее и проверьте, внесены ли вы в список избирателей. А теперь важная информация для граждан новых российских регионов, которые временно живут в нашем округе. В сентябре на Ямале и в Новом Уренгое, в частности, пройдут еще одни выборы в законодательные органы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Голосование будет проходить с 1 по 3 сентября с 8 утра до 20 вечера, так же, как и на обычных выборах. И этот участок будет у нас работать на базе 17-й школы, то есть в 17-й школе с 1 по 3 будут присутствовать члены комиссии и обеспечивать голосование. Именно 4 сентября участок будет работать только до 15.00, с 8 утра до 15 часов, и после 15 он закроется и будут уже подведены итоги этого голосования. Я продолжаю снова на веселой ноте. Что за праздник проводы зимы, знают все. В Новом Уренгое пошли дальше, решив не ограничиваться народными гуляниями на Масленицу, здесь устроили проводы лета. Масштабное веселье развернулось на городской площади. На этой улетной вечеринке с ноткой грусти и множеством планов на будущее побывала и наша съемочная группа. Хорошая атмосфера и настроение хорошее у всех. Круто! Лучше всех замечательно, спасибо артистам, потому что с ними не соскучишься и танцевать нравится, и бывают конкурсы интересные, поют красиво. Замечательно это вообще мероприятие, хорошо, что в этом году его придумали и делают каждый выходной. Маленькая поправочка. Проекта «Улетные выходные» два года. Все лето по субботам и воскресеньям городская тусовка собирала участников с пяти до десяти часов вечера. В программе танцы, игры, квесты, развлечения на любой вкус и возраст. Особая примета отдыхающих, особенно юных, разрисованные лица. А я хочу нарисовать на щеке летучую мышь. Почему? Ну просто они мне нравятся. Хочу на щеке нарисовать летучую мышь. Тоже летучая мышь? Да. Почему? Не знаю, захотела. Черный захотел, свет такой. Я думала, подружка попросила. Ну, подружка тоже попросила. Тут две на щеке, две, это, две, два флага России. Выше неба паруса, свой полет по жизни легкий сделай сам. Выступления артистов, как вишенка на праздничном торте. По-настоящему особенными эти улетные выходные делают и фишки, которые придумывают организаторы. В этом году изюминкой стали пенные вечеринки. Для тех, кто не готов был окунуться в веселье с головой, есть занятия поспокойней, но такие же интересные. Одна из локаций на площадке библиотеки. Продолжаем обязательно работать с улетными, будем работать с новыми формами. Возможно, это будут не только мастер-классы, игротека, это будет выездная регистрация, и это, возможно, будет выездная книга выдачи на открытых площадках. Постоянным участникам улетные выходные дали возможность не только прокачать мозги. Лучшие тренеры города бесплатно проводили занятия для всех желающих. Не остались в стороне и наставники Звездного. Тех, кто и дальше хочет продолжать в том же духе, ждут в фитнес-залах и во Дворце спорта. Запись ведется постоянно. Она была и в течение лета. Созванивались с инструкторами по спорту, с тренерами. И она будет продолжаться, я так думаю, что на протяжении всего года. А тем временем уже планируются летние активности на будущий год. Есть идеи? Рассказать о них горожане могут в администрации города. Пароль – улетные выходные 2024. Самые яркие концепции, обещают организаторы, они обязательно возьмут на заметку. В этом году у нас концепция «Согреваем», в следующем году «Создаем». Поэтому под концепцию года будут как уже полюбившиеся площадки, так и что-то новое. Создаем, создаем, строим наш город, делаем его лучше и лучше. А сезон 2023 закрылся розыгрышем призов. Впрочем, каждую неделю главными призами абсолютно для всех участников улетных выходных были хорошее настроение и масса ярких впечатлений, которых точно хватит до будущего лета. Дарья Варшавская, Алена Ядни, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Так, лето мы проводили, теперь встречаем осень. О событии, которые ждет горожан в День знаний, расскажет наша виртуальная ведущая Клава Мышкина. Привет, Клава! Привет, Алена! 1 сентября, в День знаний, для детей и родителей состоится грандиозный городской праздник. Пройдет он на Центральной площади, рядом с Дворцом культуры «Октябрь». Вас ждет шестичасовая развлекательная программа, мастер-классы, квесты, викторины, интеллектуальные игры и аквагрим. Я уверена, будет весело и ярко. И жарко, независимо от погоды. Кажется, человеке я вам всерьез завидую. Алена Клава, не расстраивайся, будет и на твоей улице праздник. Оставайтесь на позитиве, друзья, независимо от погоды. А мы поможем. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!